Самый распространенный и самый злостный сорняк, известный человечеству. Наверняка на такой вопрос в кроссворде каждый ответит без труда. Амброзия. Она прекрасно чувствует себя на любых почвах и в любых климатических условиях. Быстро разрастая, сорняк подавляет все, что растет рядом. Но это не самая страшная беда. Цветение амброзии становится настоящим бедствием для людей, страдающих аллергией. Поэтому необходимость борьбы с ней закреплена законодательством Российской Федерации в области карантина растений. А период этой борьбы ограничен сроком от всходов и до начала цветения сорняка. С 2015 года администрация республиканской столицы помимо обработки территорий гербицидами, так называемой химической прополки, организовывает экологическую акцию «Стоп амброзия». Сегодня, 5 июля 2022 года, мы возобновляем эту акцию, поскольку в 2020 и в 2021 году в связи с ситуацией ковид по стране массовые мероприятия запрещены были, акция не проводилась. Вот спустя два года мы ее возобновляем. Надеюсь, на будущее что и далее будем проводить. Сказать «Амброзии стоп» и присоединиться к экологической акции может любой желающий, что и происходит из года в год. В общественно полезном деле принимают участие люди разных возрастов. Иногда приходят даже целыми коллективами. Съемочная группа телекомпании «Черкеск» в свое время тоже была партнером акции и не только информационным. Очистили от сорняка пустырь, а заодно и проверили, реально ли заработать на сборе амброзии, если засучить рукава и взяться за дело всерьез. Людей все больше и больше участвуют. Цели разные у всех. Кто-то заработать хочет, кто-то принести пользу для людей. У нас в акции даже аллергики участвуют. Почему они участвуют? Потому что само растение амброзия до периода цветения никакой угрозы для здоровья не представляет. Само растение должно быть не менее 15 сантиметров с корнем соответственно. Цена один корешок 30 копеек. Принимаем связками по 100 штук для упрощения подсчета. Кроме того, внушительное призовое материальное вознаграждение ждет абсолютных победителей акции, которые за весь срок ее проведения уничтожат наибольшее количество сорняка. Так уже было с Сергеем Кречетовым. В прошлый раз он с учетом призовых заработал внушительную сумму. Хотя изначально у него была совсем другая мотивация. Бабушка аллергик, вот поэтому и занялся. Занимаюсь этим 4 года где-то так. Прошлые года были призовые тоже. И как много ты собрал? Ну, вроде там по числам 100 тысяч с чем-то корешков. Об этой акции узнали вот мы на прошлой неделе. И уже с сегодняшнего дня, с первого дня, то есть мы сразу решили собирать. В городе собираем по возможности. На зеленом вот острове и за городом. Этим мы помогаем всем аллергикам, собирая амброзию. И где мы ее собираем, там она больше уже не произрастает. Ну и напоследок информация для тех, кто хочет присоединиться к акции Стоп Амброзия. Продлится она до 21 июля. В Черкесске работают три пункта приема сорняка. У Центрального парка, рядом с 15-м лицеем по улице Даватора и неподалеку от городского дворца культуры на улице Гутякулова. Руслан Альботов. Итоги недели. При содействии ГТРК Карачаева Черкесия.